Я не владею информацией в отношении родственников других блогеров, активистов, которые были похищены, поэтому скажу насчет своих. Пять человек из числа моих родственников до сих пор находятся в заложниках уже десятые сутки. Трое из них находятся с ночи на 22 декабря, двое были похищены 24 утром. Имена похищенных и находящихся в заложниках это мать моей жены Шаидова, Равза Шаидова, это сестра моей жены Асият Айбазова, это мой дядя, брат моей мамы Саламбек Хасаров, это моя двоюродная сестра Тахмина Абдурахманова и ее сын Дени Абдурахман. Эти пять человек до сих пор находятся в заложниках, нам неизвестно ничего о их судьбе, мы не знаем где их держат и что с ними в данный момент они делают. Никакой информации у нас нет, на что они рассчитывают, что они собираются с ними делать, каким образом они будут их использовать, ничего об этом мы, к сожалению, пока еще не знаем. Я еще раз хочу обратиться к Кадырову. Кадыров, прекращай уже, отпусти ни в чем не повинных людей, отпусти моих родственников, отпусти родственников других людей, которых ты удерживаешь. Эти люди не имеют никакого отношения к нашему противостоянию. Они не отвечают за меня и они не несут никакой ответственности за то, что я делаю. Ты перешел уже все границы. На самом деле ты открыл ту дверь, которую уже никогда закрыть не получится. Ты этот позор, это звание, ты никогда от себя уже не отмоешь. Ты первый человек, наверное, в истории чеченцев, который посягнул на женщин. Ты первый человек, который стал возлагать ответственность за действия какого-либо человека на людей из числа его родственников со стороны жены, со стороны матери. И ты первый, кто возложил эту ответственность на женщин, на мало того, что родственников с этой вообще неподобающей стороны, но еще и на женщин с этой неподходящей для какой-либо претензии стороны. Ты первый в истории чеченец. И это вот пятно, которым ты себя сам наделил, его уже никогда ты не сможешь себя отмыть. Ты вошел в историю человеком, который это сделал. Имей это в виду. Поэтому сейчас хотя бы прояви благоразумие, эту ответственность скинь на кого-то другого, скажи, что это не ты делал это. Вот кто-то другой, ты не знал об этом, он не спросив тебя, это сделал. Что-то такое попытайся сделать, отпусти. Это позор, после которого, мне кажется, уже, хотя ты пробьешь и это, но я в этом не сомневаюсь. До этого мы очень часто с вами вели какие-то полемики, и вы говорили про какое-то мужество, достоинство, про какой-то кодекс чеченцев, там, Нокчелла, Конахалла, вот эти вот высокие обороты речи, все это вы сейчас просто взяли и смыли в унитаз. Все вот эти разговоры про разогнанных полторы тысячи муджайтов, про какие-то там автоматические подствольники, про то, как первым, Кадыров, ты шел куда-то в бой, как ты грамотно управлял какими-то спецоперациями, ты всегда хотел быть воином, мы тебе всегда показывали, что ты не воин. Но даже эти разговоры вы сейчас смыли в унитаз, потому что ты сейчас своими действиями показал, что ты враждуешь с женщинами, ты воин с женщинами. Да, ты действительно, наверное, хороший воин против женщин, но ты не воин, Кадыров, и ты даже, я даже не знаю, как тебя после этого вообще считать чеченцем, называть чеченцем. Это очень позорно, прояви благоразумие, отпусти. Ни в чем не повинных людей, отпусти наших родственников. Враждуй с нами, Кадыров, враждуй со мной. Попробуй решить вопросы со мной. Да в конце-то концов выйди на связь, пообщайся со мной. Может быть, ты сможешь утереть мне нос в разговоре со мной. Возьмешь и положишь меня на лопатки. У меня не останется аргументов. Ты опровергнишь все, что я скажу тебе. Ответишь на все вопросы. Я буду выглядеть слабым, а ты сильным. Победишь, так сказать. И поставишь крест на моей карьере. Все. Я как блогер сдуюсь. Уже никто не будет меня слушать, никому я не буду интересен. Все поймут, что я все это время был неправ, говорил неправду, а ты был прав. Ты был вот такой красавчик, ты действительно такой достойный. Сделай это. Покажи, докажи людям. Выйди на связь. А если ты не можешь сделать даже этого, на что ты тогда рассчитываешь? Попробуй как-то иначе. Доберись там до меня. Заткни меня. Убей меня, как ты хочешь. Но оставь родственников. Конечно, наверное, ты с ними там очень грамотно ведешь полемику, когда они у тебя в плену. Когда ты можешь говорить все, что хочешь, они не могут тебе отвечать, как подобает. Наверное, легко в такой ситуации вести диспут и выглядеть в нем уверенным, таким победителем. Попробуй сделать это со мной. Авось у тебя повезет. Авось ты победишь. Используй, рискни, Кадыров. И отпусти родственников. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова